Всем привет, с вами Мосс. Вот так вот в быту до суете особо не замечаешь, а по факту прямо сейчас на наших с вами глазах, ребят, вершится история и заканчивается колоссальная эпоха. Леонид Пепсевич моложе не становится. Криштиану, особенно после его, так сказать, немножко скандального интервью Пирсу Моргану, вообще непонятно в каком клубе будет играть, будет ли, и что точно известно, для обоих это последняя FIFA. Дальше игруха будет просто называться иначе, но и с вероятностью 99,9% нынешний Мундиаль и для Леонеля Месси, и для Криштиану Роналду станет последним, поэтому самое время взять эти две пока еще играющие легенды, встроить их в свой основной состав FIFA и отправиться наминать бока вражине в Division Rivals. Ну а за матчами Мундиаля обязательно следите в компании моих прекрасных друзей из Пари, которые для вас оставили в закрепленном комментарии отличный бонус. На 100% легальная компания Пари работает на новой технологичной платформе. В сетке моего партнера вы найдете футбол, баскетбол, хоккей, UFC, бокс, киберспорт и десятки других спортивных дисциплин. Приложение Пари признано лучшим, а удобный и быстрый сервис уже доступен по ссылке в закрепленном комментарии. Там же вас ждет фрибет 1000 рублей. Главное полностью пройти верификацию, чтобы получить максимальный бонус. Приятного просмотра! У Лионеля Мисси и Криштиану Роналду на пару 12 золотых мячей. Кто и когда побьет эти колоссальные достижения, вообще непонятно. Но что там реальный футбол? Вы только вдумайтесь, сколько восторга и конвульсий подарила эта легендарная парочка нашим великим инфлюенсерам и их многомиллионной пастре. Это будет самая тупая реакция за всю историю выпадения. О, Криштиан! Криштиану Роналду! Е-бар! Португали, Роналду! Криштиану! Роналду, сюмати! Роналду! Мисси! 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 Я поймал Мисси! Тогда, ну это реально был праздник. А теперь... Эх! Отчасти баланс картонок Фифе в крае сломался, отчасти аргентино-португальский дуэт, уже не тащит как в лучшие годы, но сейчас суровая реальность такова. Взял за 150 косариков Мисси Ресси, купил на сдачу Пепси и всё. Два самых титулованных в современной истории игрока в твоём составе. Не донатить не надо, не продавать душу канадским супостатам, судорожно вскрывая сотни пакцов. И тут всплывает главный вопрос, а не рано ли киберспортивная молодёжь списала наших героев в утиль, или они всё же ещё могут стабильно наказывать выскочек на виртуальной поляне? Мисси, как помните, пожаловал в славный Мозэвси уже на второй день после релиза игрухи. Криш присоединился позже, куплен был ещё до обвала рынка за внушительные 300 тысяч монет. Чтобы сыгранность у новобранца не страдала, нужен был хороший жирный линк. Под этот критерий прекрасно вписался Фред Зеред. Тоже брал за дорого и глупо, но что поделать. Ну и вот таким вот составом выдвинулся я в онлайн дивизион Райвлс. То был не то третий, не то даже второй дивизион, думаю и там и там призвиться я успел. И сразу уже в первых матчах стало ясно, что в плане завершения Мистер Си по-прежнему нереально хорош. Да простят меня молодые перспективные, но этот ваш бесячий Норвег даже близко не стоит. Несколько первых матчей наш сквад буквально паровым катком втаптывал вражескую оборону. А в перерыве между катками нам предстояло вскрыть пак с базовым героем и там, ну прям как по заказу, высококлассный Фреда-заменитель. Получаем ещё одного пятизвёздочного финтовёрта к нам в команду. Долго нигерийский новобранец в тени не сидел, оно и не мудрено, пока соп не вскочит, Джей Джей не заокочет. На плюс морали, с модным и довольно нажористым составом, мы шли по ступенькам соревновательного онлайна практически не спотыкаясь. Месси раздавал самонаводящиеся передачи и закручивал элитные файнэс-шоты, Криш колотил пушки всеми конечностями и замыкал всё, что движется. И тут нам повстречался отдельного рода персонаж. Такой вот прям типичный собирательный образ токсичного мамкиного киберспортсмена. Разумеется, скандинав. Коткатку против него давайте подробнее и посмотрим. Друзья, Чемпионат мира это весомый повод пополнить баланс своего клуба. По всем вопросам с золотишком обращайтесь к Ване Мухину. Работаем не первый год, сделает всё чётко и оперативно. Он же поможет вам с играми, аккаунтами и подписками. Пользуюсь сам и вам рекомендую. Ссылка в описании ролика. По заставу вроде ничего страшного. Красный конселу, Неймар, средней паршивости центр поля и конечно же Эрлинг на ФРВ. Начиналась встреча наша за здравие. В первом тайме, с разницей всего в пару минут, Криштиано имел два весьма перспективных шанса забить. Сначала решил поделиться с Месси и посец перехватили, а потом решил пробить сам, хотя вот именно здесь лучше было дать передачу. Впрочем, угловой не пошёл коту под хвост. Фирменный навес от Месси и кто б вы думали, нет ни Криша, а Робин Гозенс открывает счёт. Оппонент, получив лещал, ломанулся с кикофной вперёд, немножко повертелся за Нея, не мудрствуя лукаво навесил на дальнюю и при полном попустительстве обороны, Холланд как на разминке сандалит с лёта. Мои L1 плюс R1 после гола товарищ, видимо, не оценил. Ну, любуемся бесячим ликом и пробуем реализовать теперь уже свой заскриптованный развод с центра поля. Ага, хренушки-валерушки. Пробуем кусать и щипать Норвега, тому вообще фиолетово. 1-2 и снова наслаждаемся празднованиями и повторами. Сложно объяснить, зачем соперники ведут себя как долбоклюи, но этот зараза ещё и играть умел. Он смотри, с каким трудом наш Джиджи-младший выковырил этот мяч. Что ж, у нас тактика другая, и мы её придерживаемся. Вскрываем фланг, отдаём Леонидам точнейшую передачу и дальше дело техники. Спаса Роналду, легенда ленинградских баров сравнивает счёт в аккурат в раздевалку. Игра худо-бедно равная, но одолеть нордического токсика – это дело принципа. Так что на второй тайм заряжаемся как надо. Вторая половина, тем не менее, началась с осады наших ворот. Сначала буквально в последний момент выручил Маркиниош, а потом, после хитро выдуманного удара Канцеллу, пригодилась уже двухметровая шпала в зелёном. Но он всё же любит скрипты эту белобрысую каланчу. Смотрите, как он буквально насквой сочит мимо моих дефендеров. Донна Рома дотягивается, но не спасает, и мы, врубив все в атаку, срочно делаем замены. Лукаку, Винни, Мариэнтос, Беллингем и Мерино выходят спасать. Почти сразу Свежак задавливает прессингом супостата. Джудушка даёт ошрафчику, тот дальше подносит Лакаке, и с хил-ту-хиллом этот паровоз раскидывает защитников и сравнивает счёт. Как говорили мудрецы, любишь холодом пальцы показывать, люби и коренные бельгийские танцы смотреть. Наказать нас за такой мэвитон можно и, наверное, нужно было. Ну а Винни долго бежал, долго думал, а Джи-Джи... Бац, шажок направо, и никаких гол Асу. Шла 87-я минута. Команды полудохлые, с обеих сторон постоянный прессинг, но у немецкого Робина находятся силы сделать рывок по флангу. Из последних сил Гозенс дотаскивает мяч до лицевой, говорит Лакаке, я всё забирай. Ромелу передаёт дальше по смене Мариэнтосу, и тот ставит точку в этом матче, отправляя Токтика в Тильтостан. Такие матчи выигрывать всегда вдвойне приятно, пускай теперь этот типок всё же подучат в праздновании L1-R1. Что до Роналду с Месси, они ещё могут, так что эта доступность по финансам и не самые бодрые цифры на стате скорость не превращают их ну прям в брёвна. Да, на весь матч бодрости им уже откровенно не хватает, но они по-прежнему хороши, причём каждый в своём. Ну а кому этого мало, не вопрос, ведь есть их более крутые цветные вариации, хотя там уже, пожалуй, оверпрайс. Как бы дальше ни называлось фейфули, и что вообще не происходило в конторе у канадцев, по-любому в ближайшие несколько лет, что Месси, что Роналду будут получать, ну, сумасшедшие крутые цветные карточки, там, конец эпохи, флэшбеки, всякие рулбрейкеры, ну а когда они доберутся до статуса легенд, ооо, это будут карточки, ну, по-любому, на уровне, наверное, зубастика Седана, а может быть, даже и Пеле. Обязательно напишите в комментариях, успели ли вы поиграть уже в этом году, что за Роналду, что за Месси, поделитесь впечатлениями, и ответьте на тот самый вопрос. Ну, правда, именно в разрезе фифы, кто из них сейчас, вот в этом году, в этом сезоне, всё же будет посильнее в игрухе, не забывайте поставить лайк этому ролику, подпишитесь на канал, если вы этого ещё не сделали, ну и welcome во все мои соцсети, ссылки вы найдёте в описании ролика. Всем пока, с вами был Мосс, скоро увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!